Доброе утро! Это включение Северной столицы на Первом канале. Проблему культурного выгула собак на улицах культурной столицы поднимали неоднократно. Сегодня во многих районах города появились вот такие контейнеры с пакетами для уборки за собаками. Строятся площадки для выгула домашних любимцев. Но тем не менее, решить проблему в масштабах всего Петербурга пока не удается. Таврический сад. Парк в центральном районе города. Каждый день здесь отдыхают, бегают или просто проходят насквозь тысячи человек. Юрий Сергеевич один из них. Пробежки по утрам и прогулки после работы по тихому уголку вошли у него в привычку. Вот только каждый раз он сталкивается с одной и той же проблемой. С собаками и их владельцами. Люди не замечают других, а многим это доставляет действительно неудобства. Я бегаю по утрам, делаю пробежки и если я вижу собак, пытаюсь либо остановиться, либо другой дорожки там побежать. Однажды его кусала собака. Повторять опыт Юрию не хочется. Хотя к братьям нашим меньшим он относится хорошо и даже пытается оправдать хозяев четвероногих друзей. Вы видели хоть одну табличку предупреждающую? Нет. Я полагаю, что не все об этом законе слышали. Далеко не все. Надо разъяснять нашим властям о том, чтобы люди знали законы. Это прежде всего. Выгуливать собак в парке действительно запрещено, о чем говорится на стенде при входе. Но вряд ли кто-либо его читает. Да и владельцы собак поставлены в безвыходное положение. Специальных мест для выгула домашних любимцев в центре Петербурга нет. Должно быть место для выгула собак. Их у нас нет. Сказали, должно быть 20 площадок. Я их не вижу. У нас собаки гуляют по водках, в ошейниках, мешки для уборки мы с собой носим. Никого не трогаем. Постоянно идут штрафы. Адресная программа размещения площадок для выгула собак в Петербурге реализуется. И в некоторых районах территории выделены. Однако их количество пока оставляет желать лучшего. Кардинально решать вопрос о выгуле собак в городе должны муниципальные власти каждого района. В центре Петербурга нельзя организовать достойную площадку, где можно было собак выгуливать. А это в принципе и не обязательно. Потому что как опыт Европы нам показывает, что с собаками гуляют все и везде, но только чисто и безопасно. Муниципальное образование округ Петровский несколько лет назад одно из первых не только в городе, но и во всей стране решило установить у себя на территории контейнеры для владельцев собак. Бывало всякое. И пакеты подворовывали, и контейнеры разбивали. Но сегодня культурный выгул собак стал для этого района нормой. Владелец собаки можно разделить его на три вида. Есть ответственный владелец, который и без наших пакетов всегда убирал, убирает и будет убирать за собакой. Есть полуответственный. Вроде хотел бы убрать, привыкли, но пакет забыл. Какие-то причины находят. Пожалуйста, тебе на улице муниципальный пакет. Тем более эта услуга абсолютно на бюджет практически не ложится. Никаким грузом. Это все деживо. Впрочем, если проблему чистоты местные власти при желании могут решить, то вопрос вакцинации сегодня один из самых острых. Из 250 тысяч домашних собак в Петербурге регулярно ставят прививки своим любимцам едва ли половина хозяев. А это значит, что даже случайный или игривый укус отправит пострадавшего в антирабический кабинет. Собака у вас какая? Бродячая. С хозяином была. Вроде как с хозяином, но когда вызвали милицию, он стал отказываться от нее. Сказал, что это бродячая собака. Если собака осталась неопознанной, то пострадавший в обязательном порядке в течение трех месяцев вынужден будет получать уколы от бешенства. Бешенство – это одна из самых серьезных опасных болезней, которая вообще не лечится. Единственный способ – это профилактические прививки, которые называются и лечебными. В прошлом году в Петербурге было зарегистрировано более 7 тысяч укусов. За первое полугодие года текущего ситуация не изменилась. Каждый хозяин собаки должен в обязательном порядке привить своего любимца. Но на практике это делают лишь самые ответственные. С этого года государственная ветеринарная служба проводит вакцинацию собак против бешенства. Причем ассоциированной вакциной, которая включает в себя вакцинацию против целого ряда видовых заболеваний собак, бесплатно. Мы включили эту услугу в бесплатном варианте, начиная с апреля текущего года. Так вот, я могу сказать, что увеличение посещений для вакцинации, оно не столь значительно, как мы ожидали. Ну а для тех, кто принципиально не прислушивается к установленным правилам, Государственная Дума готовит новый федеральный закон, который ужесточит штрафы для нарушителей и, возможно, даже введет обязательное налогообложение для домашних любимцев. Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев и Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург.